Ребята, всем привет! Меня зовут Саш, я живу в Южной Корее. Сегодня на календаре у нас... Смотрю на календарь 21 января 2023 года. Сегодня суббота, а завтра в воскресенье корейцы будут отмечать самый главный, самый большой праздник в году китайский-корейский Новый год. Новый год по лунному календарю. Я уже в Корее живу 8 лет, и в этой связи я хотел бы поделиться своими размышлениями, своими мыслями относительно этого праздника. Но не конкретно рассказать вам про этот праздник, что это такое. Я думаю, это вы сможете найти легко без меня. Я бы хотел поговорить про отношения корейцев к этому празднику. Это исключительно мои мысли, это исключительно мое мнение. Вот, да, вынужден оправдываться как настоящий... Это, в общем, мое мнение. Каждый случай он индивидуален. Если вам интересна эта тема, то приятного просмотра. Да, поставьте лайки и подпишитесь на канал. В Корее наступает Новый год по лунному календарю. Это самый большой, как мой, главный праздник для корейцев. И вот почти за 30 лет, что я живу в Корее, я понял, что подавляющее большинство корейцев, с которыми я общаюсь, они не очень-то и любят этот праздник. Этот праздник очень любит взрослое поколение корейцев. Потому что, смотрите, в этот день к ним приедут дети, внуки, внучата им сделают поклон. Они так порадуются, дадут им денежки. И внуки любят этот праздник, потому что, ну, они заработают бабки прибыльно. Но почему вот корейцы моего возраста, они не очень-то любят этот праздник? Потому что, смотрите, у меня есть знакомые кореянки, у которых уже есть дети, которые замужем. И они говорят, что в этот день они должны ехать к родителям своего мужа. И она будет, чем весь день заниматься, она будет просто готовить и накрывать столы. А потом мыть грязную посуду. И вот для взрослого поколения корейцев это как само собой разумеющиеся вещи. То есть это получается какое-то узаконенное рабство. И еще свекровь, она постоянно своей, как невестке, будет капать на нервы. Там, типа, ты не так режешь фрукты, ты там плохо моих внуков кормишь, моего любимого сыночка ты там плохо кормишь. Смотри, он весь исхудал. Или наоборот, если он не исхудал, он наоборот потолстел. Ты слишком много его кормишь. В общем, ты такая вот рассекая. Плохая ты жена, ёпта. А мужик, он не может просто сказать, мама, почему ты мучаешь мою жену? Нет, это же родители, это мама, это святое. Маму надо уважать и слушаться. С одновременно к родителям приехала еще родная сестра мужа. Получается, дочь свекрови. Но, знаете, она не помогала невестке. Знаете почему? Потому что она устала. И потому что ей тоже надо будет поехать к родителям своего мужа. Вот такой какой-то тупой замкнутый круг. И два дня эта бедная невестка она то готовила, то убирала. Впахивала, как папа Карло. Классные праздники, да? Я также вчера разговаривал со своей коллегой, которая живет не из Сеула. И ей на эти праздники надо ехать и в другой город к своим родителям. И она такая говорит, как же я не хочу туда ехать. Я спрашиваю, почему? И она такая говорит, ну, родственники все соберутся и будут у меня спрашивать. А почему ты нам до сих пор не показала своего бойфренда? А когда у вас будет свадьба? А когда у вас будут дети? И все остальное прочее. Да, ребята, если вы так же, как я, уже 40 лет живете в Корее и со мной не согласны, давайте, разблочите меня. Но помните, что каждый случай он индивидуален. Но если вы вдруг приуныли, я хочу вас успокоить. Сейчас в Корее потихонечку тренд меняется, потому что меняются поколения. И уже молодое поколение корейцев, они начинают понимать, что, ну, это как-то немножко не очень. Если, к примеру, поколение 50, 60, 70-летних и так далее корейцев, они считали вот это узаконенное рабство как само собой разумеющиеся вещи, то 20-летние, 30-летние корейцы, особенно кореянки, они считают так. А какого, простите, я должна ехать и тратить два дня, чтобы готовить, убирать, мыть посуду, и все это время мне еще будут капать на мозги. То есть я считаю так, родителям, конечно, надо помогать, и к родителям обязательно тоже нужно ездить. Но родители, в свою очередь, они тоже должны помогать, а не просто так сидеть. Нет, конечно, пусть они там сядут, там им сделают эти всякие там поклоны, скажут, вот вы у нас такие классные родители, спасибо, что вы у нас есть, да. Я, конечно, все это понимаю. Но родители тоже не должны наглеть, потому что это такие же взрослые люди. То есть это не ваша какая-то рабыня, вот эта бедная женщина, это не ваша какая-то слуга. И муж, он тоже, ну, должен, как сказать, отдавать себе отчет в том, что эта женщина, это мать моих детей. И то есть понятное дело, что это мои родители, я их тоже люблю, но и мать своих детей я тоже люблю. И, ну, как-то надо, ну, не знаю, если ты не хочешь спорить со своей мамой, тогда иди на кухню и помоги своей жене, чтобы она не одна там готовила, резала эти фрукты, мыла эту посуду. Если ты не можешь возразить своей мамаши, то, пожалуйста, иди помоги своей жене тогда, вот. А не просто так сиди на диване и чеши пузо. И смотри корейские концерты. В общем, как обычно, жизнь удивительная штука, которая полна разных противоречий. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот такое спонтанное видео у меня спонтанно получилось. Ребята, большое спасибо, что вы его посмотрели. Особая благодарность моим старым, преданным зрителям, которые смотрят каждое видео. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши лайки. Мне это очень приятно. В общем, я всех поздравляю еще раз с очередным Новым годом по лунному календарю. Если вы вдруг его не праздновали, то давайте начнем его вместе праздновать. В общем, ребята, всем спасибо, всем пока, всем удачи.